Ну, пуля не побиваемый человек, почти. В другой команде я бы это 100% назвал. Ну, как бы, ну, это моя команда, и я думаю, это, во-первых, нетолерантно и нетактично будет с моей стороны. Как же так, что себе? Ну, это же не плавно. Проиграешь? Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал Футбол оттажизни, и это очередной выпуск про Дихтин. И сегодня у меня в гостях Леонид Кондаков, привет. Леонид Кондаков, защитник футбольного клуба «Темп». В 14 лет уехал играть за Академию Строгино Москва. В 2018 году вызвался в сборную Сибири по 2001 году рождения. Обладатель Лиги Бро сезона 2017-2018 и бронзовый призер Лиги Бро сезона 19-20. Ну что же, сейчас мы пробьем с Леней серию пенальти и посмотрим, получится ли мне подать вопрос или нет. Поехали. Ну что же, первый вопрос. Он стал уже таким традиционным. Расскажите за шифарную историю, связанную с тобой и с твоими. Но она не то чтобы зашварная, она неприятная для меня. Короче, мы были на турнире с Алтайом, чемпионом в Турции. И после ужина всегда было свободное время, после 8 часов до 10, то есть до отбоя. И мы, ну тут прикол, с пацанами ходили на горки, то есть мы по парку лазили. Они уже не работали, мы просто по ним лазили, пробирались. Вот. И получается мы залезли снизу, с бассейна на горку. Ну, она закрыта. И когда поднялись наверх уже, то есть пришел охранник турецкий, даже два, и сказал, типа, все, спускайтесь, пойдем со мной. Все, пацаны, рассыпную. А я, короче, так получилось, не знаю как, забить между вторым и вторым с половиной пролетом. Ну и все, они у меня ждут. Ну, я ничего не придумал, лучше, как просто спрыгнуть. Все, ну, трава, думаю, все, спокойно, сейчас спрыгнем. Нет, там, короче, мусорка стоит, и у меня вот такие заветвления железные. Я просто на них прям в жопу упал. Все, я хромой бегу, просто на ускорении в номер. Все вроде нормально, с утра просыпаюсь, игра, важная игра. У меня просто все бедро, и вот половина, ну, просто фиолетового цвета. Я просто, все, я не могу играть. Вот, я выпал трет из гола, и вот такой, когда играл, ну, ну, прям за шланг, просто никак не хочу, так чувствую. Но я тоже не помню. Программа. Так, ну, хорошо. Второй вопрос. Я как все-таки болельщик Барселона, хотел бы задать вот такой вопрос. Что с Барселоной в этом сезоне? Не сложно сказать, потому что у нас, наверное, самый лучший состав, на мой взгляд, вообще. И, как бы, игроки в нем играют уже на протяжении четырех лет. Ну, просто какое-то невезение. С течением связи, два раза, как же, вот это все время прыгаешь по бенате. Возможно, если мы, хотя бы, по квадрату идем в бенате, может, что-то куда-то по-другому сложилось. Ну, вот это начало матча все время, то, что мы все время проигрываем, что-то вот не получается. Какие-то вот определенные аспекты. Все это в совокупности дает отрицательную результат. Ну, в следующем сезоне, думаю, сделаем выводы. Мы уже получили успехов от высшестоящих людей. Сказали, что только первое место. Будут какие-то глобальные, думаю, изменения в составе, в команде. Вот, и поэтому, мне кажется, вообще определенно другой будет. От геоментральных, как бы, положенные. Спасибо, хорошо. Спасибо за ответ. Третий вопрос. Который, мне кажется, я задал уже абсолютно всем игрокам Tempo. Ты был в составе в чемпионском. Куросовом? Нет, Tempo. Именно, ну, на крае. На твой взгляд, три, ну, не худших, а слабых игроков именно на твой взгляд. Может, три лучших? Нет, три слабых. Три слабых? Вот именно я в другой команде... Нет, подожди. В другой команде я бы сто процентов назвал. Ну, как бы, ну, это моя команда, и я думаю, это, во-первых, не толерантно и не тактично будет с моей стороны. Ну, хорошо, тогда три сильнейших игрока Tempo на злые взгляды. Тарак. Ну, надо подумать. Ну, мне кажется, для меня, как показатель, как я сам защитник, Тарасов, наверное, потому что, ну, пуленепобиваемый человек почти, там, вот, получилась, прям, ну, это вот, у него жесткие бойцовские качества, он такой, не уступчивый во всем. Вот он, вот, это первый. Ну, Белик, наверное, Белик. Такой вроде, Denpo, вроде, не так не скажешь, а когда надо, допустим, вот, в результате вот, для него получается тот же 고, какой-нибудь красивый spin, там, передачу, сделанный. Вот. И, наверное, ну, безграда игры бы не было, наверное, тот другой. Ну, у меня все хорошо. Четвертый вопрос. Назови три качества, которые очень слабы у тебя, именно как у футболиста, как у защитника. Ну, вот, который тебе именно хотелось бы прибавить. Хотелось бы прибавить в самом отборе, потому что я, грубо говоря, играю с защитником только четыре года. Все, до этого я всю жизнь играл полузащитником. И, наверное, в голове у меня еще осталась вот эта атака, там, первая передача, а в защите я бы прибавил, наверное. Вот. Прибавил бы я в трудолюбии побольше, чтобы побольше тренироваться, побольше делать неправильные игры, там, ходить в проспектах, не лениться. И убрать вообще лишнее волнение. Оно у меня иногда бывает, и из-за этого что-то может не получаться. Вот это, наверное, основное. Все, хорошо. Лень, спасибо тебе большое, чтобы пришел на другую финальти. Я впервые обыграл футболиста, поэтому для тебя вот такое вот наказание, не знаю, будет ли тебе трудно это выполнить или нет. Я уже, ну, пока что фантазия у меня не так сильно развита, как у всех моих гостей, которые придумали просто невероятные какие-то наказания. Вот такое вот тебе наказание. Подарите футболку, темпу, свою или иную, именно чемпионскую саду. Ага, я могу. Ну, нет. Не, ну, если не можешь, тебе, ну, то скажем. Да нет, сейчас узнаем, форму будут выдавать, нет, но мы создадем. И вообще буду не оправдать, это конечно. Все. Ну, и традиционный теперь вопрос, который для каждого проводит. Назови трех людей, которых ты хотел видеть. И два рубрики, правдивый и танец. Ну, своего нужного друга, Владынина Виктора, я хотел, потому что у него интересная карьера в футболе. Можно было задать интересный вопрос. Потом, мне кажется, будет интересно смотреть про киберспорт. Я что же буду говорить? Да. Я на роли киберспортсмен и создателя циклера киберспорта Макс Йегер. И можно еще... Прочисать. Я просто... Спасибо большое. Ребята, обязательно подписывайтесь на Леню в инстаграме, ссылочка на него будет. Подписывайтесь на мой инстаграм, там часто я выкладываю наказание из пробег-пенальти, но в последних роликах я выложил наказание именно на ютубе, как вы у меня просили. Ну что же, с вами был Андрей, Леонид Хондаков и канал Футбол от Ажидан. На встречу, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok